Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Среди моих подписчиков есть очень разные люди. Одни вкладывают десятки миллионов рублей на брокерские счета, а другие только пытаются начать, и они говорят, я могу вложить только 10 тысяч рублей, по 2 тысячи рублей пополнять, что вы посоветуете и так далее. И чем отличаются эти люди? Вот давайте я сейчас процитирую немножечко отрывок того письма, которое я получил от своей подписчицы Ольги. Это очень характерное отношение. Хочу инвестировать. Заинтересовал модельный портфель брокера открытия, но сумма вклада очень невелика. Начала смотреть последние новости про открытие брокер. Последние были 4 января 2019 года. Пишут, что ребята плохо работают. Трудно признаться, у меня сложная ситуация. Не знаю, как выкарабкиваться из этой ямы, как инвестировать, причем с маленьким доходом, в инвестирование ничего не понимаю, да и побаиваюсь туда лезть. Хотела в открытие, но там отзывы испугалась. Не знаю, что теперь делать. Смотрите. То есть человека терзают смутные сомнения, человека терзают страхи. И он говорит, я боюсь, я боюсь, что меня обманут, потому что кругом обманывают. И как побороть вот эти страхи? Она спрашивает у меня, как побороть вот эти страхи. И почему люди одни боятся, а другие нет? Давайте задумаемся над этим вопросом. Смотрите. Страхи разрушительны. Просто разрушительны. И когда человек думает о страхах, он это привлекает к себе. И я очень рекомендую, во-первых, посмотреть фильм «Секрет». Он произвел на меня огромное впечатление. Я его пересматривал много раз. Сейчас вы видите значок, буковочку «И» в правом, там, судя по всему, в правом верхнем углу. И там, если вы наведете туда мышь, там будет ссылочка на фильм «Секрет». О чем этот фильм? Фильм говорит о том, что мы сами формируем свой мир. Мы сами формируем свое будущее. И Вселенная слышит нас. И Вселенная посылает нас то, о чем мы думаем. И самая сильная эмоция, о которой мы думаем, это страх. И Вселенная слышит эти страхи. И она говорит, когда человек думает, «Так, меня обманут, меня обманут постоянно». Что получает этот человек? Его обманывают. А те люди, которые вкладывают десятки миллионов рублей, они говорят, «Я знаю, что меня никто не обманет. Я знаю, что эти деньги вырастут. И что эти деньги принесут мне счастье». И что они получают? Деньги растут. И они получают счастье. Выбирайте, что вам нравится. И люди говорят, «Ну, смотрите, вот кто-то вносит десятки миллионов, я говорю, рублей. Есть такие. Я просто знаю. Я не могу, конечно, говорить, кто это. Но есть. И есть люди, которые вот сомневаются. Они хотят начать инвестировать с десяти тысяч рублей. И говорят, что я буду пополнять, я там планировала пополнять по две тысячи рублей в месяц. Ну, это хорошо. Но вот я боюсь». Еще один довод, который я могу привести. Смотрите. Ну, я не боюсь, что меня обманут. Вот. Хотя, естественно, все случается в мире. Это как бы... Вы не думайте, что меня никто никогда не обманывал и никто никогда не у меня не забирал деньги. Но у меня, значит, открыто... У меня деньги лежат где? Я говорил уже. Социально-накопительная программа в Австрии есть. У меня лежат деньги на брокерском счете. На нескольких брокерских счетах лежат деньги. У меня открыты счета в банках. Открытие. Тинькофф, Рокетбанк, Бинбанк был. Сейчас это стало тоже открытие. И есть у меня счет открыт в Сбербанке, потому что куда же без него? У всех счета открыты в Сбербанке. Как вы думаете, какой из этих банков, какой из этих счетов самый-самый надежный? Конечно, все считают, что это Сбербанк. А теперь, друзья мои, вот вам небольшая задачка. Смотрите, пришел исполнительный лист. ДТП было. Пришел исполнительный лист на возмещение ущерба через судебных исполнителей. Судебные исполнители что делают? Они берут и накладывают взыскание на мои счета. Как вы думаете, на какие счета они наложили это взыскание? Какой счет у меня сейчас арестован? Может быть, это накопительная программа в Австрии? Нет. Может быть, это брокерский счет? Нет. Это не брокерский счет. И это даже не Тинькофф. И не Бинбанк. Я открою вам страшную тайну. Заблокирован счет в Сбербанке. Почему? Это же самый надежный банк. Туда деньги, оттуда деньги никогда не исчезнут. И если вы хотите найти какую-то негативную информацию, как плохо там сказать, кто-то работает, вы ее найдете. Вы обязательно найдете негативную информацию на Сбербанк. Вы обязательно найдете негативную информацию на брокерский счет открытия, на брокеры открытия. Тинькофф. Посмотрите. Просто захлебнетесь в негативной информации. Вы обязательно найдете информацию негативную про накопительные программы за границей. Вы обязательно найдете негативную информацию на Путина. Вы обязательно найдете негативную информацию на папу римского. То есть, если вы хотите что-то найти в интернете, вы обязательно это найдете. Я не хочу сказать, что не надо читать отзывы, я сам читаю отзывы, но когда я читаю отзывы, я включаю фильтр, и я думаю, а что человек хотел этим написать? Посмотрите, потому что люди, которые полны сомнениями, они ищут, они ищут вот это вот, что их кто-то обманет, и они хотят этого буквально, они призывают это в свою жизнь, и, наконец, они это получают, то, что они хотели. Что делают эти люди? Они начинают радоваться и с радостью писать об этом всем. Они говорят, вот здесь обманывают, здесь обманывают, а вот здесь еще больше обманывают. Друзья мои, конечно, отзывы надо читать, конечно, но надо фильтровать. Вот, и когда я выбирал брокера, я именно по отзывам и выбирал брокера, потому что у меня были, значит, ну, как я выбирал брокера? Я выбирал брокера по... Я зашел на сайт московской биржи и нашел список брокеров, которые есть на Мосбирже. Потом я отсортировал этот список по объему операций. Какому брокеру, грубо говоря, люди больше всего доверяют? Ну, на бирже торгуют не только люди, но и компании, огромные экспортеры и, значит, государственные компании. Поэтому мне было интересно, конечно, узнать по количеству привлеченных клиентов. И здесь на первом месте тоже были вот эти вот тройка БКС, Финам и Открытие. Вот, и дальше я нашел рейтинг независимый абсолютно. То есть это не рейтинг на сайте БКС и не рейтинг на сайте Открытия, естественно. Это рейтинг на сайте, ну, опять же, Мосбиржи. Я там проанализировал все. Мосбиржа абсолютно независимый, так сказать, источник. Вот, я проанализировал. И я нашел рейтинг, не помню где, но это был независимый рейтинг, не связанный ни с каким брокером, по количеству положительных и отрицательных отзывов. Потому что есть отрицательные отзывы всегда. Положительные отзывы есть всегда. Соотношение между положительными и отрицательными отзывами. На первом месте стоял брокер Открытие. Поэтому я выбрал Открытие. Вот, как бы, все. Вот, то есть это один из крупнейших брокеров, которому люди доверяют миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов рублей. И по количеству отрицательных отзывов, ну, их не так много. Положительных больше. Поэтому я вот так сделал свой выбор Открытие. Сейчас я буквально в пятницу ходил в Финам, и я уже послал данные на открытие брокерского счета. Я посмотрю, что там. Там есть интересные, я очень долго беседовал, там есть интересные предложения у Финама. В чем-то Финам лучше открытие, естественно, в чем-то хуже открытие. Это тоже естественно. У меня будет скоро, значит, ну, несколько публикаций по Финаму, потому что там, ну, за один раз не рассказать все, что, так сказать, они предлагают, и не проанализировать все это за один раз. Слишком длинно будет. Вот, но продолжение следует. Будет Финам, это очень интересно. И положительные стороны от Финама я буду использовать, и я расскажу вам об этом. Как побороть сомнения и как побороть страхи? Есть еще один человек, у которого я занимался на тренинге, это Ицхак Пентасевич. Это бизнес-тренер, мотивация и так далее. Вот, и у него есть великолепный, как бы, момент, как бороться со страхами. Я постараюсь скинуть аудиофайл, ссылку на аудиофайл в описании к данному видео. Вот, но что он говорит? Сделайте страх своим союзникам. Надо бояться не того, что вас кинут. Надо бояться не того, что вы боитесь потерять. Надо бояться того, что вы получите наверняка, если вы этого не сделаете. А вы наверняка окажетесь в нищете. Со стопроцентным результатом вы окажетесь в нищете, если не начнете откладывать деньги, если не начнете заботиться о своем будущем, если не начнете инвестировать. Результат будет стопроцентно гарантированным. Вы окажетесь в нищете на государственной пенсии. Вам не будет хватать денег на лекарства. А болезни в старости, это как бы, ну вот, они будут. Вы не сможете лечиться. Потому что вам не будет хватать денег даже на пропитание, потому что большая часть этой пенсии будет уходить за коммуналку, в оплату за квартиру. Вот это вы получите. Вот чего надо бояться. Вот самый страшный страх, который движет мною, потому что я понимаю, что если я этого не сделаю, в нищете окажусь я. В нищете окажутся мои близкие люди. Самые близкие, которых я больше всего люблю, я приведу к нищете, если я не буду делать вот этого. И да, на этом пути будут встречаться какие-то трудности, но их можно преодолеть. Надеюсь, это видео было полезно кому-то. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале, будет много интересного. С вами был Демитков Юрий.